Деревый каталан – это вот такая штука. Здесь развилка на 2, здесь на 2, здесь развилка на 3. Посмотрите, как устроят следующую неделю у каталан. Здесь развилка на 2, здесь развилка, как вы уже догадались, на 3, а здесь будет на сколько? 2. На 2, совершенно верно. Дальше будет на сколько? На 3. На 3, совершенно верно. А потом на 4. Ну, и если дальше еще идти, то здесь опять развилка на 2, на 3, на 2, на 3, на 4, на 2, на 3. На этом уровне одно число, на этом одно, на этом два, на следующем 5, на следующем 14. А на то, которое я сейчас рисую, 42. Один из естественных способов доказывать, что какая-то последовательность является последующей чисел каталана, состоит в том, чтобы все ее элементы распределить по решимам вот этого самого дерева. Господа, вот здесь выписано для тройки, после этого выписано для тройки, 1, 2, 3, да? Давайте поймем, что было для единицы. Наверное, понятно, для единицы было просто 1, да? Что было для нуля? А, ничего не было. Просто было пустое слово. Отлично, я иду сюда. Пишу здесь именицу. Пишу здесь пустое слово. И вот дальше очень интересный вопрос. Куда писать 1, 2? А куда писать 2, 2? Следователь такая. Что, что называется, даст нам потом больше потомков, от чего, так сказать, ждать большего результата? От 2, 2 или от 1, 2? Вы видите, что вот это, оно такое более худосочное, а это более мощное. Что мы сделаем из 1, 2? Вот, давайте, всегда, когда висует дерево Паталана, возникает такой вопрос. Вот, на маленьких хуях, у них надо понять принцип. Надо понять принцип, каким образом мы вот эти вот 5 штук распределим по этим. 3, это не очень интересно. А вот в качестве первого числа здесь бывает единица 2 раза. Бывает двойка 2 раза. И бывает тройка 1 раз. И что? По какому принципу из одной последовательности рисовать более, рисовать больше? Ну, это правильно. Если у меня написаны какие-то числа уже, удовлетворяющие вот таким неравенством. Я хочу написать это плюс одно число. Что я могу сделать? Подсказка простая. А давайте мы не будем их рисовать. А давайте мы сначала ко всем к ним прибавим приемнички. Здесь будет 2, 3. А здесь, знаете, сколько? Здесь будет 3, 3. А после этого на первое место напишем все, что нужно. Здесь тогда у нас перед 2, 3 будет написано единица или двойка. А здесь будет написано единица, двойка или двойка. Проверяйте, получилось 5 вариантов. Получилось 5 вариантов. И, по-моему, это те самые вариантов. Правильно? Отлично. Теперь осталось понять, какое же у нас неточное правило. Если мы дошли уже до какого-то уровня, то мы к этому числу прибавляем ко всем, к этим, простите, ко всем числам прибавляем по единице. И после этого на первые места пишем все, что нужно. Поехали. Мы дошли вот сюда, по единице. Значит, мы сюда пишем 2. Сюда мы пишем 2. И после этого в одном случае мы пишем единицу, а в другом случае мы пишем 2. Так, пожалуйста, проследите. У нас сейчас все получится. Здесь прибавляем по единице. Получается 2, 3, 2, 3. Здесь пишем 1. Здесь пишем 2. Здесь прибавляем по единице. Здесь получается 3, 3. Здесь единицу пишем. Здесь получается вот так. А здесь получается 3, 3, 3. Ребята, и это на следующем уровне превосходно работает. Потому что, когда вы пишете 2, 3, 4 с единицей, а сюда 2, 2, 3, 4, то все замечательно. Сюда прибавляем по единице. Будет 3, 3, 4 с единицей, 3, 3, 4 с двойкой и 3, 3, 4 с двойкой. Ну и так далее. Принцип, как видите, простой. Ко всем уже имеющимся числа надо прибавить по единице, а на первое место вписывать то, что можно по правилу. Вот. Действительно, последовательность замечательная распределенность по уровню. Соответственно, мы доказали, что это число каталан. Ну а заодно и вывели явную формулу для числа каталан. Это число сочетание из 2, 3, 2 и 1, 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 и 1. Продолжение следует...